С ростом популярности и без того популярных программ 3D визуализации, в частности архитектурной, рынок разработчиков и их ПО также расширяется, а в данном обзоре речь зайдет о 5D рендер. И обо всем поподробнее. Всем привет, с вами Джонни Кэкс. В конце 2019 года на просторах интернета появились первые новости о новом движке реального времени от сингапурской компании Dimension 5. D5 Render. На сегодняшний момент на официальном сайте доступна бесплатная бета-версия программы. Кнопку скачивания можно найти под записью «Предсоединяйтесь к бета-версии». Если вы установили китайскую бета-версию, пожалуйста, переустановите, используя кнопку ниже, говоря нам о том, что скачивание программы напоминает русскую рулетку. Однако пользователи, решившись все же подробнее ознакомиться с новым движком перед использованием, ждет неприятный сюрприз. Системные требования. И если в Lumen или Twinmotion более слабая начинка компьютера приведет к потере качества картинки на этапе редактирования и увеличению времени рендера, то в D5 Render более слабый компьютер просто не запустит программу. Об этом говорит Hardware and System Constraints – аппаратные системные требования. Версия операционной системы не ниже Windows 10, версии 18.09 и видеокарта не хуже GTX 1060 на 6 гигабайт. Конечно, ниже можно заметить про доработку более доступной версии, но говорить о низких системных требованиях вряд ли придется, ведь рендер сочетает в себе методы трассировки лучей, raytracing и растеризации, а вывод изображения в пиксели и точки. И все же к программе. Системные требования субъедены, международная версия скачана. Начнем. Программа встречает неполноэкранным окном с вариантами действий. Home – домашняя страница, Open Prison – открыть недавно добавленный, Create New – создать новый и Open Project – открыть проект. Внизу окна присутствуют ссылки на уроки и форум, а также почта для связи. Для примера подойдет модель ресторана-отеля, которая находится в разделе Home. У меня она уже скачана, поэтому выбираю Open Recent, либо Open Project. В процессе загрузки проекта снизу появляются подсказки для работы. Итак, проект открыт. Поворот камеры осуществляется правой, либо средней кнопкой мыши в связке с клавишей Shift смещение вбок. Сейчас это режим Bird View – режим облета. При переключении Walk View – режим прогулки, перемещение по сцене осуществляется стандартными для программ визуализации клавишами W, A, S, D и Q, E. А средняя правая кнопка мыши из облета преобразуется в поворот. Панель инструментов визуально поделена на два сектора. Классическая сверху и боковая с возможностью скрытия. Классическая панель. File – для действия с проектом. Edit – правка – для действия с объектами проекта. Chat – просмотр. Показать источник света, сделать предпросмотр и выбрать режим просмотра. Insert – ставка. Четыре типа источника света. Tool – инструмент. Ости координат. Assets – ресурсы. Библиотека объектов и материалов с возможностью добавления своих. Windows – окно. Отображение боковой панели и отдельно ее разделов. Help – помощь. Информация о программе. Sidebar – боковая панель. Отображает более конкретные параметры для визуализации. Разбитые по разделам. Outdoor – внешняя среда. Filter – фильтр. View – просмотр. List – список. Сверху справа продублированы, как и многое в программе, Preview – предпросмотр. В раскрывающем списке – мануал по горячим клавишам. И выбор качества картинки. Заметьте, для лучшего качества только RTX. Sync File – синхронизация файлов. Требуется наличие плагина D5 Converter. И Render – рендер фото, панорамы или видео. О рендере поподробнее. Фото, видео. Одна панель с разделенными блоками. В блоке фото, в программе почему-то называется Camera – Camera, предусмотрены выбор настроек. Build of View – глубина вида. Scale – формат. И Size – разрешение изображения. А также Export Channel Graph – экспорт графика канала. Для наглядности – примеры студию. Блок панорама выполнен в стиле минимализма и представляет только кнопку Export. Блок видео находится отдельно и внешне напоминает две ранее упомянутые программы. По умолчанию длительность готового ролика составляет 6 секунд, а частота кадров 30. Так как это бета-версия, функции экспорта по сравнению с аналогичными программами урезаны. Фото – это отсутствие пока что самого популярного Full HD формата и возможности выбора нескольких видов. В панораме – разбиение на отдельные изображения вместо объединенной картинки. На выходе получился такой вот набор и бесторонний упор. Соединить их не предоставляется возможным. И отсутствие выбора разрешения. Только 2К. Видео. Отсутствие выбора частоты кадров. Только длительность ролика. И небольшой выбор на разрешение экрана. 480, 720 и 1080. Пример 1080. Пример 720. 480 не будет. И по оптимизации движка рендера. Разрешение Full HD. На экспорт фото – 2-3 минуты. Панорамы – около 10 минут. 3-х секундное видео – 45 минут. Для ПК на Ryzen 3 600 в сочетании с 16 ГБ оперативной памяти DDR4 частотой 3200 МГц и GeForce GTX 1060 на 6 ГБ. Скорость рендера двух упомянутых программ в 2-3 раза быстрее. Однако, вся моя критика объективна или нет сходит на нет, так как это обзор бета-версии. И пока рабочая версия еще в процессе доработок, уже на сегодняшний день программа может похвастаться неплохим функционалом. На этом же обзор подошел к концу. Понравилось видео? Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Остались вопросы? Пишите в комментариях, что вас интересует. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч!